Москва решает одну из главных российских проблем. 2016 год стал рекордным по объёмам дорожного строительства в мегаполисе. Введено 117 километров дорог и 45 искусственных сооружений, мостов, эстакад и тоннелей. В ближайшие годы темпы будут только нарастать. Появятся долгожданные водителями северо-западной и северо-восточной аккорды, южная ракада. О главных стройках на столичных магистралях расскажет Елизавета Бибер. Съезды строящейся магистрали уже приобретают законченный вид. Пролётов между опорными конструкциями почти не осталось. Будущая эстакада покрывается полотном из железных прутьев. Её готовность оценивают на 80%. На некоторых участках эстакады, где уже есть арматуры, появились вот такие технологические укрытия. Рабочим пришлось их возвести, чтобы приступить к бетонированию плиты в проезжей части. На улице морозный февраль, а здесь плюс 5. Это оптимальные температуры для того, чтобы смесь набрала прочность. Путепровод свяжет районы Очаково-Матвеевское и Раменки. По прямой, не останавливаясь на светофорах, машины понесутся от кольцевой автодороги на запад. Пока ведутся работы, окрестные улицы чуть ли не каждое утро попадают в сводки новостей. Пробки в часы пик достигают 7-8 баллов. Постоянно Амельское шоссе у нас стоит. Я думаю, что она разгрузит обстановку дорожную. Если взять с Мосфильмовского, уже по прямой мы уходим сюда, и Мичуринский разгружается, и все остальное. Как бы и здесь вот Минская улица, и в планету будет удобнее. С утра из района выехать практически нереально, поэтому я думаю, что она будет достаточно полезна. Всю эстакаду обещают сдать к осени этого года. Высота будет достигать 20 метров. Протяженность составит больше 5 километров. Жители районов, которые расположены в секторе между Мичуринским проспектом и Кутузовским проспектом, будут иметь свою собственную трассу, которая будет позволять им выйти как на МКАД, так и в район Третьего транспортного кольца через Мосфильмовскую улицу. И этот отрезок лишь часть северо-западной хорды, одного из самых грандиозных строительных проектов столицы на сегодняшний день. Дорога пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит кольца. Формируется магистраль параллельно северо-восточной и южной ракадами. Первая протянется от Ленинградки до Рязанского проспекта и съедет на 8 вылетных дорог. Вторая одновременно продублирует МКАД и Третья транспортная, а также получит пересечение с Рублевским, Варшавским и Каширским шоссе, а также с Прилитарским и Балаклавским проспектами. Такого масштаба строительства в Москве никогда не было за предыдущий год. Мы, по сути, построили больше 10% уличной дорожной сети, новой и современной. Тем не менее, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Преимущество этого проекта перед традиционными столичными кольцами в том, что он представляет собой своего рода трансформер. Каждая из трех магистралей может функционировать изолированно. При этом все вместе они представляют собой практически новое кольцо внутри МКАД. Елизавета Бебих, Москва, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова